Всем привет! С вами мастерская SintCon, меня зовут Константин. И сегодня я хотел бы рассказать вам про новый синтезатор Triton. Это аналоговый полумодульный синтезатор. У него есть три осциллятора, фильтр низких частот, две огибающие, атака, релиз, сустейн и ВСА. Также здесь добавлен MIDI-to-CV конвертер, вход здесь на USB Type-C. И выход CV-Gate. В следующей ревизии планируется сделать 5-пиновый вход нормальный, стандартный, и два канала CV-Gate отдельных. Вход и выход у нас есть на мини-джеках, и также на больших джеках, дублирующих вход и выход. Питание 9 вольт стандартно, 9-12 вольт минус в центре. Вот такой симпатичный аппарат получился. Давайте теперь покрутим ручки, послушаем как он звучит. Аналоговый полумодульный синтезатор Triton. Что у нас тут имеется на борту? У нас имеется три осциллятора. Фильтр низких частот. Две огибающие. Атака, дикей и сустейн. Сустейн работает только когда у нас входящий G-сигнал триггерит огибающую, тогда у нас сустейн будет активный. ВСА, MIDI-to-CV конвертер, вход USB Type-C, выход gate и CV. В следующей ревизии MIDI-вход будет на 5-пиновом гнезде и два канала CV-gate. Вход-выход на мини-джеках. Также есть выход и вход на больших джеках. Питание у нас 9-12 вольт, минус в центре. Давайте послушаем как звучит осциллятор. Если у нас тумблер в положении gate, значит огибающая у нас не работает. Ручка ВСА отвечает за громкость. Так, сначала, что у нас в осцилляторе есть? В осцилляторе есть ручка громкости, две ручки настройки. Грубая настройка и точная настройка. Есть у нас PWM. Ширина импульса. Это когда у нас выбрана прямоугольная форма волны. Мы можем менять ее ширину импульса. И вход для FM-модуляции. Можно сюда подавать другие осцилляторы и глубина модуляции. Тумблер выбора формы волны. У нас прямоугольник и пила. И громкость каждого осциллятора. Все три идентичны. Также вход для CV-модуляции. И выход именно звукового сигнала с осциллятора. Давайте послушаем. Откроем фильтр полностью. Огибающий отключим. Резонанс. Уберем? Да. Грубая настройка. Ширину импульса меняем. Послушаем пилу. Пила. Прямоугольник. Так у нас звучит сциллятор. Подключим. Давайте второй. Сделаем какой-нибудь. Дрон. Прямоугольник. 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 так у нас звучат осцилляторы также в блоке осцилляторов есть тумблер клип он добавляет гейна микшеров это у нас здесь блок микшера он добавляет гейна вот так вот это звучит фильтр у фильтра есть кутов резонанс гейна микшер изначально у нас первая огибающая она подключена к фильтру чтобы включить огибающая нужно тут у нас тумблер гейт и луп включаем его положение луп да и и ручку глубины модуляции открываем фильтр и 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 Вторая, погибающая аналогичная, она подключена к ВСА и управляет громкостью нашего синтезатора. Давайте послушаем, чтобы у нас было воздействие на ВСА. Ручка ВСА в ноль. Сейчас огибающая воздействует на усилитель, управляемый напряжением и меняет громкость. Ручка ВСА Теперь давайте что-нибудь запатчим, например, возьмем один осциллятор, включим на него огибающую. И добавим еще второе огибающее на фильтр. Субтитры подогнал «Симон» Возьмем выход со второго осциллятора и допустим его в FM. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А выходом с третьим осциллятором мы промодулируем ширину импульса. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Давайте попробуем изменить ширину импульса нашей огибающей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Возьмем второе огибающее и ее, например, в FM. Включаем режим «Луп». Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»